Привет всем! Хочу снять небольшой обзор пустых баночек, которые накопились, что понравилось и что не понравилось. Использовала такой тонер алоэ, очень экономный в своем расходе, водичковый. Такой базовый нейтральный тонер, очень хорошо кожу увлажняет, особенно летом приятно пользоваться. Подходит всем типам кожи. Неплохой, приятный тонер. Вот такой вот крем использовала от iUnique. Он питательный, он подойдет очень сухой коже. Такой он плотненький, он не вызывает абсолютно никаких раздражений, покраснений. Очень такой, в принципе, чувствуется состав у него хороший, органический. В принципе, на зиму это отличный крем, он кожу защищает от ветров, морозов. Так, была в моем уходе две таких сыворотки The Ordinary с матриксилом, потому что есть возрастные изменения. За кожей нужно следить, поддерживать ее. Также в составе киалуроновая кислота. Сыворотка без запаха. У нее питательная текстура, ей лучше пользоваться зимой. Расход из-за этого не очень экономный, но стоит на нее обратить внимание, потому что матриксил это антивозрастной компонент, который помогает бороться с морщинами. В принципе, рекомендую. Также в моем уходе кремчик Буэна в такой шикарной упаковочке. Достойный, прекрасный. Единственный его минус, это его аромат. Ландыши, наверное, как мне показалось. Очень такой навязчивый, сильный, стойкий. Крем подойдет к коже сухой или как ночной крем для нормальной сухой кожи. Он с пептидами, против морщинок. В принципе, эффект от него есть. Эффект заметен. Кожу освежает, если она начала пользоваться им. Кожа свеженькая, обновленная. На морщинке видно, что немножко разглаживаются. Ну, в принципе, если бы не его запах и такая текстура достаточно питательная. Ну, в принципе, для зимы отличная. Как ночной крем. Неплохо. Очень неплохо. Шампуньки. CP1, бальзам, кондиционер и шампунь. Это просто восторг мой. Моя любовь. Буду пользоваться постоянно теперь такими шампуньками. Волосы шелковистые, ухоженные. И самое главное, что они имеют естественный объем. То есть, они не слишком гладкие, не слишком объемные. Вот такие вот именно как надо. Приятный аромат, текстура. Однозначно рекомендую. Также использовала шампунь Ароматика. Сейчас у меня тоже шампунь Ароматика и бальзам использую. Но к нему надо приноровиться, скажем так, в использовании. Его лучше разбавлять водой. Вот такой вот цвет от меня. Он без силиконов, без сульфатов. Натуральная моющая основа. В принципе, нормально. Он пенится, нормальный у него расход. Но, как я заметила, что по эффекту лучше его немного разбавлять водой. И кондиционер точно так же. То есть, он как концентрированный. Но, в принципе, волосы тоже блестят. Ухоженные, прекрасные. Просто вот с текстурой надо немножко понять ее. Так же использовала полностью бальзам. Хеймерш. Неудобно открывать немножко. Очищает хорошо. Очищает отлично от косметики. Не вызывает высыпаний лично на моей коже. Потому что в составе есть кокосовое масло. И может, допустим, у кожи жирной немного забивать поры. Но с моей кожей все окей, все нормально. В принципе, сухой кожей нормально. Этот бальзам отлично подойдет. Косметику удаляет любой стойкости. Очищает кожу. Прекрасно. Однозначно рекомендую. Сейчас пользуюсь вот таким вот минеральным маслом. Гидрофильным маслом. В его составе есть минеральное масло. Что немножко огорчает. Даже запах у него какой-то аромат. Есть немножечко такой технический. Поэтому это масло не подойдет к коже. Склонная к забитию пор, к высыпаниям таким. Хотя это масло для жирной кожи. Но так уж получилось, что я им пользуюсь. То есть, мне моя кожа нормально его воспринимает. Хорошо очищает тоже от косметики. Единственное, что не нравится мне этот аромат. Полуцитрусовый, полутехнический какой-то. А так, к очищению претензий у меня абсолютно никаких нет. Высыпание также не вызывает у меня. Потому что у меня нет такой склонности. В силу, может, возраста уже кожи моей. Использую такую пилинг-скатку. Вот Amplen с экстрактом тыквы. Она моментально скатывается. Что мне тоже не сильно нравится. Но, в принципе, она очищает кожу нормально, деликатно. Тут как бы вопрос деликатности. Что кожу надо очищать мягко, нежно. Не надо ее травмировать. С этим эта скатка справляется. Но хотелось бы, чтобы она не так быстро. Чтобы можно было успеть сделать массаж кожи. Немножко помассировать. Ну, вот как бы так. В принципе, на 4 балла могу оценить. Вот такая вот миниатюрка крема. У меня от Носифик. Что я вам скажу. Этот крем однозначно вообще никому не хочу рекомендовать. Он ужасный. У меня вторая баночка этого крема. И он, знаете, он как замазка. Там просто в составе есть масло ши. И оно очень, как бы, делает пленку такую на лице. Очень тяжело распределяется. Ну, как бы, ощущения не очень приятные. Может быть, как ночной крем. Такой супер питательный. Возможно. Ну, не знаю. Мои личные впечатления совсем-совсем не очень. Я его и летом пыталась с ним подружиться. И зимой вот сейчас пытаюсь его как ночной питательный наносить. Ну, вообще никак. Так что, в принципе, он не из дешевых кремов. Но, к сожалению, вот такое вот расстройство. Вот такая вот масочка ночная. Ланейдж. Освежающая. На утро личико такое освеженное. Сказать, что дает сильное увлажнение, не скажу. Ну, вот скорее такое вот освежение кожи. За счет, наверное, минералов, которые есть. Там дело в том, что вода морская. Минералы в этой масочке. Ну, сказать, что прям вау, не сказать. Вот такой вот кремчик у меня от Esthetic House для глаз. Крем недорогой. Но состав у него, в принципе, очень неплохой. Обратите внимание, те, у кого молодая кожа. У кого начальные какие-то возрастные изменения. В составе 76% галактомисиса. Он глубоко проникает в кожу. Заявлен как антиэйдж эффект. Ну, я бы сказала, что это скорее поддерживающий такой кремчик. Для начальных возрастных изменений. То есть, допустим, от 20 лет и до 35. Крем очень меня удивил своей текстурой приятным. Немножко охлаждает кожу вокруг глаз. Такой достаточно приятный, легко распределяется. Текстурка у него такая средненькая, кремообразная. Подойдет, в принципе, и на лето, и на зиму. Сейчас мне достаточно комфортно им пользоваться. Кожа увлажненная вокруг глаз. Хочу сказать, что очень достойный крем. Несмотря на то, что он недорогой. Так что присмотритесь. Также в уходе сейчас у меня вот такой тонер от Farmstay. Тонер тоже бюджетный. Достаточно распространен. У меня была эссенция такая. Взяла себе тонер. У него вот цвет, вот как бутылочка внизу, беленькая. Вот такая вот у него и текстура, и цвет. То есть он как эссенция, наверное, даже больше идет. Не как тонер. Такая у него текстура полугелевая. Ну, увлажняет очень хорошо, приятно кожа. Нелипкий. Тоже однозначно рекомендую. Farmstay вообще тонеры мне очень нравятся. Были у меня разные. Так что можно вполне использовать. И взяла себе вот такой крем сейчас. Айнлип с муцином улитки. Думала, будет мне кожу сушить, потому что как-то не подумала, что все-таки сейчас зима, холода. Вот такая тянучая текстура улиточная. Здесь 76% муцина улитки. Вот так вот он тянется. Но по коже распределяется хорошо, впитывается хорошо, увлажняет, нет сухости кожи до конца дня. Может, это чисто моя особенность, моя кожа. Но, в принципе, я довольна. Единственный минус его, этого крема, это его аромат косметический. Такой немножко конфетный. Я как-то больше люблю без запахов определенных косметики, без ярко выраженных. Поэтому, наверное, это, может, мое субъективное мнение. Также взяла на зиму себе такую тональную основу, ультра. 13-й оттенок, потому что кожа зимой насветлее. Летом я пользовалась версией Gold 21 оттенок. Сейчас он не темноват. И взяла вот эту питательную с гиалуроновой кислотой. Действительно, кожу напитывает. Кожу не сушит, нет увлажняющего такого финиша. Достаточно матовая кожа после него. Достаточно светлый. То есть, это для светлокожих девочек. Для такой кожи, знаете, бледненькой. Зимней, можно сказать. Однозначно рекомендую. Распределяется хорошо. Достаточно светленький. Держится хорошо. Вот такие вот новиночки. Кратко вам пробежало. То, что есть в моем ходе. Надеюсь, это будет кому-то полезным. Всем здоровья, добра. Берегите друг друга. Всем пока-пока.